Всем привет! В этом уроке вы узнаете, как визуализировать семантическое ядро и тем самым упростить работу с ним, по какому принципу стоит разделять ключевые фразы и по каким из них стоит в первую очередь рекламироваться, как улучшить проработку семантики с помощью мультипликации ключевых фраз и как ускорить проверку частотности большого количества ключей. Семантическая карта — это визуализация семантики с помощью майндмэпов. Майндмэпы можно создавать в специальных программах или веб-сервисах. Например, я привык использовать старый добрый mind42.com, но вы можете использовать любую другую программу или сервис, в котором вам удобно работать. Например, если вы уже используете мира для визуализации или какой-то совместной работы, то там есть тоже функция создания майндмэпов. Семантическая карта позволяет наглядно показать, с какой семантикой мы работаем и сразу попытаться как-то сгруппировать по смыслу. Например, мы можем в отдельную ветку вынести такие слова, которые характеризуют коммерческие поисковые запросы, купить, цена, сколько стоит, заказать, с доставкой и так далее. В отдельную ветку можем поместить, например, наших конкурентов или, наоборот, наши конкурентные отличия, наши преимущества по сравнению с ними. И в первую очередь таргетироваться на те поисковые запросы, где люди формулируют поисковый запрос таким образом, что именно наше предложение, скорее всего, будет выглядеть наиболее привлекательным. Потому что именно это является нашей отличительной особенностью, нашей сильной стороной. Существует широко распространенная, можно сказать, общепризненная сегментация ключевых фраз. На коммерческие – это те ключевые фразы, которые содержат такие слова, как купить, заказать, цена, стоимость, доставка и так далее. Это хороший вариант для старта. Обычно именно реклама по таким поисковым запросам с максимальной вероятностью дает какой-то хороший результат. Другая группа ключевых фраз – это фразы с геодобавками. Москва, СПБ, Ленинский проспект, название станции метро, название района города, название улицы, название торгового центра, который известен всем жителям этого района. Во многих случаях такие поисковые запросы дают результаты не хуже, а может быть даже и лучше, чем коммерческие. Ну и, наконец, общие, широкие – они же дженерики. Это ключевые фразы без каких-либо деталей и уточнений, как правило, это просто сам базис, то есть само название того объекта, который мы рекламируем. Такие ключевые фразы дадут нам максимально широкий охват поисковых запросов, поэтому их подключают уже после того, как была запущена реклама по более точным ключевым фразам, и только тогда, когда мы осознанно хотим увеличить максимальный охват, то есть нам мало того эффекта, который дают другие ключевые фразы. Со следующими группами ключевых фраз нужно быть аккуратными. Ключевые фразы с упоминанием конкурентов не всегда могут давать нужный вам эффект. Если человек уже ищет вашего конкурента, то переубедить его и подтолкнуть покупки именно у вас будет достаточно сложно, поэтому несколько раз подумайте, прежде чем по таким поисковым запросам рекламироваться. Другое дело поисковые запросы с упоминанием какого-то аналога того продукта, который рекламируете вы. Если ваш продукт разительно отличается в лучшую сторону от этого аналога, то имеет смысл попробовать запустить свою рекламу. Важны только эти преимущества и отличия именно от этого аналога в рекламном объявлении всячески подчеркнуть. Тогда это может сработать. Ключевые фразы, которые соответствуют информационным запросам предшествующим покупке, таким как «как выбрать», «что лучше». Такие ключевые фразы обычно не используют в поисковых рекламных компаниях и оставляют для компаний в РСЯ. Потому что если человек находится в процессе поиска информации, подтолкнуть его к покупке прямо сейчас будет крайне затруднительно. Он должен сначала найти ответ на свой вопрос, изучить эту информацию, только потом, возможно, он будет готов рассмотреть ваше предложение. К околотематическим ключевым фразам или сопутствующим запросам относится та семантика, которая может быть вообще напрямую никак не связана с тем продуктом, который рекламируете вы, но является индикатором того, что пользователь находится в ситуации, когда ему теоретически мог бы пригодиться ваш продукт. В поиске мы обычно по таким ключевым фразам не рекламируемся и оставляем их для рекламной сети Яндекс. После того, как мы составим семантическую карту, мы можем с помощью мультипликации ключевых фраз расширить нашу семантику. Как это происходит? Мы на нашей семантической карте выделяем какие-то группы слов. По сути, у нас появляется несколько списков. И мы эти списки слов перемножаем между собой, то есть перебираем все возможные комбинации. Для этого можно использовать бесплатные инструменты, например, комбинатор ключевых фраз в Яламе. Проведя эту операцию несколько раз, можно получить тысячи ключевых фраз. Проблема только в том, что не по всем этим ключевым фразам будет достаточно показов. То есть могут получиться настолько специфические ключевые фразы, что таких поисковых запросов почти никто никогда не вводит. И рекламироваться по ним особого смысла нет. Для того, чтобы проверить частотность ключевых фраз, можно использовать как встроенный функционал самого Яндекс.Директа, когда мы создаем группу объявлений, в эту группу объявлений добавляем ключевые фразы, мы можем перейти на вкладку «Прогнозы и уточнение», и напротив каждой ключевой фразы у нас появляется, во-первых, частотность, то есть как часто такие ключевые фразы встречаются в поисковых запросах, а также есть возможность их уточнить, то есть посмотреть вложенные ключевые фразы и какие слова часто встречаются в поисковых запросах с этой ключевой фразой. То есть там можно еще и дополнительно подобрать какие-то минус-слова. Проверка частотности в интерфейсе Яндекс.Директа, когда мы создаем группу объявлений, это достаточно трудоемкий процесс. И для того, чтобы упростить решение задачи именно сбора частотности, можно использовать, например, инструмент «Прогноз бюджета» от Яндекс.Директа. При работе с прогнозом бюджета важно не забыть про несколько настроек. Во-первых, укажите тот регион, в котором вы собираетесь запускать рекламу, для того, чтобы получить статистику именно по нему. Во-вторых, выберите прогноз на год, для того, чтобы получить как можно более полные данные. А также не забудьте добавить те минус-слова, которые вы собрали для этой будущей рекламной кампании, для того, чтобы частотность была собрана с учетом этих минус-слов. Потому что если эти минус-слова будут прикреплены к рекламной кампании, то по поисковым запросам, в которых эти слова содержатся, показов рекламы все равно не будет, и эта частотность нам не нужна. Поскольку специалисты привыкли в основном работать с частотностью за месяц, то, получив данные из прогноза бюджета за год, их просто можно поделить на 12. Тем самым у вас получится месячная частотность. В нашей отрасли применяются такие термины, как низкочастотные запросы, высокочастотные запросы. К сожалению, точного определения, от какой частоты ключевая фраза является высокочастотной, нет. Я предлагаю использовать следующую градацию. До 10 показов в месяц – это ультранизкочастотные ключевые фразы. Это фраза, по которой, скорее всего, вообще не будет много показов, не будет много переходов. Это фраза, по которой вообще добиться какого-то результата будет проблематично. От 10 до 100 показов в месяц – это низкочастотные ключевые фразы. С ними уже можно работать, но важно понимать, что для того, чтобы получить достаточный охват и какой-то внятный результат, таких низкочастотных ключевых фраз придется собрать сотни, а может быть даже тысячи. От 100 до 1000 показов в месяц – это среднечастотные ключевые фразы. Это рабочие лошадки. Они достаточно точны для того, чтобы таргетироваться только на нужную аудиторию, на людей, которым, скорее всего, нужен ваш продукт. С другой стороны, таких ключевых фраз не придется подбирать тысячами. Их может хватить несколько сотен. Ну и, наконец, высокочастотные ключевые фразы – это ключевые фразы от 1000 показов в месяц и больше. С этими ключевыми фразами нужно быть максимально аккуратными. Из-за того, что они соответствуют большому количеству поисковых запросов и генерируют большое количество показов вашей рекламы, высокая вероятность слить бюджет на те поисковые запросы, которые на самом деле были вам не нужны, на нерелевантные поисковые запросы, которые не соответствуют нужной вам аудитории. Подытожим два важных момента при работе с ключевыми фразами и их частотностью. Во-первых, когда собираете частотность, всегда указывайте тот регион, в котором вы собираетесь запускать рекламу и добавляйте те минус-слова, которые вы планируете добавить к рекламную кампанию, для того чтобы собранная частотность отражала реальное положение дел после запуска рекламной кампании. Второй важный момент. Если вы работаете со среднечастотными и уж тем более высокочастотными ключевыми фразами, каждую такую фразу нужно дополнительно проверять через Wordstat, смотреть, какие еще слова там часто содержатся, то есть проверять вложенные ключевые фразы и собирать больше минус-слов. Итак, из этого урока мы узнали, что такое семантическая карта и как с ней работать, и как структурировать свою работу с большим количеством ключевых фраз. В описании к этому ролику вы можете скачать дополнительные материалы, чтобы закрепить знания, полученные из урока. Ставьте лайк, если вам все понравилось, и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих уроках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok